Регулировать маршруты общественного транспорта и следить за его заполняемостью, а также выявлять тех, кто попытался проехать Зайцем. Эти и множество других возможностей дает современная интеллектуальная система. Пилотный проект программы и ее внедрение обсудили специалисты дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, глава профильного департамента городского правительства и специалисты из Москвы. Своей стороны Центр организации дорожного движения рекомендует все эти решения, мы сами применяем у себя и они дают очень высокий уровень полезного действия. Все эти данные напрямую транслируются на планшеты заместителя мэра Москвы по транспорту Максиму Саниславовичу Севастопу. Также по этим данным строятся доклады для мэра Москвы, а также оценивается ситуация в Москве. Было бы, конечно, очень хорошо перевести все это в более официальное сотрудничество уже между городскими организациями и не в качестве просто пилотного проекта. Мы со своей стороны готовы оказать максимум поддержки методологической. Программное обеспечение разработано столичными специалистами. Власти нашего города, ознакомившись с системой, выразили уверенность, что она станет хорошим подспорьем в мониторинге дорожной обстановки в Севастополе. Она включает в себя не только общественный транспорт, это программный комплекс, который позволяет оценить полное состояние всего города, в том числе и транспортной системы. Что у нас происходит с общественным транспортом, что у нас происходит на дорогах. Ну и самое главное, получить необходимую информацию и в автоматическом режиме управлять всеми процессами в этом городе. В программе будут отражены все видеокамеры, которые расположены в общественном транспорте. Более того, функционал позволит регулировать работу светофоров, что поможет организовывать зеленые коридоры для карет скорой помощи спасателей МЧС и других экстренных служб. Человек, который будет стоять на остановочном палеонии, будет видеть на табло информацию, где находится тот именной автобус, есть ли у него опоздание или нет опоздания. Система позволяет не только мониторить общественный транспорт наземным, но в том числе и морской транспорт. Соответственно, мы проведем так называемое сшивание нескольких видов транспорта для бесперебойной их работы и составления правильного расписания. Внедрять программу в нашем городе планируют уже в этом году, а полностью запустить интеллектуальную систему собираются в течение ближайших трех лет.